Дарья Сухарчук Если открытие турецкого потока совпало по времени с этой авиакатастрофой в Иране, то, внимание, турецкий поток привлек к себе меньше, чем мог бы. Однако некоторые мнения на этот счет европейской прессе, конечно же, высказываются. И, честно говоря, мне эта дискуссия очень напомнила обсуждение вокруг другого знаменитого потока, а именно Северного потока. Вот смотри сам. Например, турецкая газета Daily Sabah очень радуется запуску этого трубопровода и считает, что торговое сотрудничество — это залог мира. Тем более такой серьезный проект, как трубопровод. И это значит, что теперь, после того, как он заработал, Россия и Турция будут дружить, у них будут хорошие мирные отношения, никакого конфликта между ними не будет. И это просто прекрасно не только для России и для Турции, но и для всего НАТО, в который Турция, я напомню, входит. Конечно, так считает обозреватель газеты Daily Sabah, турецкая, англоязычный. Конечно, хотелось бы жить в мире, где трубопроводы являются настоящими гарантами мира, но вот кто-то в нем, как выяснилось, живет. Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung смотрит на проблему совсем иначе. И мнение тоже, в принципе, знакомое. Поскольку одна из веток турецкого потока должна пройти через Балкан, она должна вот-вот заработать. Более того, часть того газа, который получает Турция, тоже будет перепродаваться в Южную Европу. То в итоге российский газ идет в Южную Европу. И ФАЦ говорит о том, что на Балканах Евросоюз теряет свое влияние, а зато растет влияние России и Турции. И тут Евросоюз вообще виноват сам, потому что, конечно, тут свою роль еще сыграло то, что в конце прошлого года французский президент Макрон наложил вето на проект вступления Албании и Македонии в Евросоюз. Что, конечно, испортило отношения между регионом и Евросоюзом в целом. Австрийская депресса, это последняя в сегодняшнем обзоре газета, тоже звучит очень похоже. И говорит о том, что Турция таким образом попадает в зависимость от российского газа. Согласись, риторика очень похожая на то, как обсуждает северный поток, который идет в Германию. И, в общем, хорошего здесь мало, считают прессы. И все это указывает на то, что Турция все дальше и дальше дрейфует в сторону от своих когда-то таких стойких проевропейских и проамериканских убеждений. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо, Даша. Это был обзор европейской прессы. Самую свежую подборку переводов на русский язык публикации европейских газет вы всегда сможете найти на сайте evrotopics.net. Не забывайте подписаться на Оствест. Мы говорим с вами на одном языке. Спасибо.